всем привет сегодня мы идем в классный ресторан гагрипш и я конечно же хочу вам показать какую косметику я с собой взяла это тоже ответ на вашу просьбу на волос пока внимание не обращайте они очень сырые волосы я сделаю в конце итак первым делом что я делаю это наношу тоналочку обязательно наношу spf 25 потому что тут днем солнце очень сильное и я прям не жалею наношу побольше чтобы меньше подгореть сами видите я походила в футболке у меня такой вот получился загар но я спфку не наносила я с утра пошла без спфки мы не торопясь поболтали прогулялись вот он эффект видите от майки поэтому я сейчас все потолще тут смазала подождала пока впитается и потом пошла делать макияж это такой вот тон nude illusion артикул у него 63 55 он идет как spf 25 плюс он идет ухаживающий и когда вы его наносите на лицо он начинает темнить и очень хорошо на лице смотреться как будто бы он подстраивается я взяла с собой несколько разных тонов этого spf 25 потому что я если честно когда делал на них обзор как на новинке когда я делала на них обзор я не увидела разницы мне кажется что они все одинаково подстроились под мой типаж под мой тип кожи я не знаю как это дело перекрыть у меня конечно ничего не но вот такую красноту сильно яркую конечно перекрыть будет сложновато развивала я себя развивала для себя вот просто лень было доставать старый тюбик спфки закончился новый я говорю ой да ладно пойдемте так позавтракать вроде чего такого а видите как получилось вечная спфка вот моя спфка тоже фаберлик 2783 артикул очень люблю ее далее обязательно разношу все спонжиком ну чтоб во-первых спонжик у меня всегда сухой чтобы убрать уже все излишки что мне в нем понравилось то что когда светит яркое солнце мы все равно потеем он не течет он ведет себя очень-очень хорошо и даже если я вспотела у меня на лице не будет никаких абсолютно никаких подтеков что я прям с этого честно скажу кайфую ваше нелюбимое слово много кто не любит когда я часто это слово говорю но мне безумно нравится когда у меня нет проблем с макияжем даже в жару нет и нравится не это надо что я я футно и я потею не вот тут сыра повод тут сыра была мне кажется это у всех далее все несовершенства я таким образом немножечко перекрываю чуть-чуть рисую всегда рисую поверху я знаю как нужно рисовать но рисуют так наверное чтоб меня было больше комментариях подведет консилер добавляю артикул к сожалению не подскажу но это розовый оттеночек тот который я вот люблю именно розовый что-то там название у него артикулы сейчас что-то компания фаберлик мало стала подписывать на продукте не очень удобно а каталога с собой нет телефон занят съемка видео поэтому не подскажу есть еще несколько телефонов но я их все поставила на зарядочку остаточки всегда на лоб чтобы поровнее все было и все это закрепляю обязательно обязательно матовой пудрой вот на нос меня конечно самый-самый красивый консилер лично добавляет свежести и становится очень даже симпатичные то что-то новичка спи в 25 в принципе поэтому я ее с собой и беру потому что она спи в 25 далее конечно же пудра я беру буду потемнее 65-35 тонн это я сразу же выкинула и она называется в этом драйве можно наносить сухим и влажным способом поэтому вот тут есть спонжик который можно намочить и наносить тональный крем пудру как тональный крем ну вот я с артикулом 65-53 обращаюсь по другу пока у меня кисточка чистая с собой я набираю и вот тут немножечко по центру прохожусь закрепляю и мне в принципе все нравится мы решили пойти в 5 вечера пешочком туда эти 20 минут пешком хотим разогнать лимфо да и 10 шагов нигде не возьмешь сидел в номере у моря хотя у нас видны и прекраснейшие номера ну я уже вам столь сах показывала и на ю тубе и везде тут что перекроем у меня вот такой платье что я не сильно буду краситься далее на твой страх и риск хочу протестировать тушь в следующем видеоролике обязательно о ней расскажу у меня с собой обычную тушь она мне нравится она ухаживающая она удлиняет ресниц хорошо пятьдесят семь семьдесят восемь но в жару ей и окраситься не буду я знаю свои веки и я знаю что они у меня отпечатаются поэтому вот такую тушь портон пляж с артикулом 56-37 я заказала честно я ее не знаю поэтому будем с вами вместе смотреть я нанесу чуть-чуть хочу сделать фотки потому что ресторан грибш это очень-очень красиво ну надеюсь что свободные места будут потому что мы туда пришли на обу но вот она не очень-то удлиняет как вы видите мы посмотрим на ее именно стойкость именно вот это спорт и пляж там мне нравится вот настолько тушь вот эту мне в комментариях написали на ю тубе что она размазывается и я конечно не знаю как этот уж себя поведет поэтому нижние реснички я красить не буду но у нас еще вдобавок ко всему очень прохладно и из-за того что прохладно я уже после пяти потеть не буду но все равно хочу проверить хочется конечно с утра встать махнуть по ресницам а вечером снять водостойкой тушью но той черной водостойкой туши которая была черной и синей ее к сожалению нету почему-то и я ее найти не смогла поэтому так ну вот как то так у меня получилось в принципе насчет того что она не удлиняет беру свои слова назад потому что она неплохо оказывается наслаивается и слой на слой получается уже и симпатично плюс не склеивать ресницы и получается очень даже классный такой эффект ну да мне нравится далее возьмем с вами карандашик для бровей карандашик для бровей у меня старенький еще потому что я их как-то взяла по распродаже 5 штук они что-то не заканчиваются 55-63 артикул на бровях у меня татуаж покрытый тоналкой поэтому не очень красиво смотрится чем татуаж плохо то что тоналкой покрыл и уже никуда не пошел пока брови не сделал хотя когда я абсолютно не крашусь у меня тут что-то залысина какая-то когда абсолютно не крашусь то у меня нет проблем я так и хожу хотя лажу уже больше года его нужно обновлять я никак с поездками не могу собраться и в эту поездку я даже не покрасила свои седые брови и из-за того что я их не покрасила у меня еще как будто они стали знаете такими проблешины потому что седины реально много 40 лет конечно хочется 15 но 40 лет так 5377 это у нас маленькая такая вот тушь для бровей взяла самую темную но вижу что она мне не особо подходит но чтобы закрасить сединки в принципе нормально ты сейчас сиденьки закрасила и уже как-то вот получше стало расчесочку я взяла такую вот для бровей это не фаберлик но мне уже некогда было мыть до потому что так что у меня не помыто было вовремя но у меня одна оказалась таким образом по расчесываю немножко свои бровки дальше конечно же минимум теней самый-самый минимум чтобы просто вот это вот тяжелое веко которое у меня вот идет его под убрать хочется хочется его под убрать обычная палетка мне она нравится по стойкости особенно на жаре так 5747 артикул сначала я беру вот этот толстяную кисточку поперлик по всему периметру наношу светлый тон потом еще реснички буду конечно же подкрашивать не буду делать никаких подводок ничего потому что это нереально сейчас зачем эти все подводки нужны я сделаю такой легкий невесомый беру второй вот этот вот оттенок и начинаю делать подложечку подложечка делается великолепно я даже знаете чувствую влагу как будто где-то что-то уже под вспотело из-за этого так так лучше держать вы будете видеть что я беру делаю прихлапывающими движениями а мы совсем немножечко я думаю может уже остановиться может уже хватит ну вот таки не хочется толстый макияж мне кажется что он абсолютно будет не уместен возьму вот этого коричневого очень красивый коричневый тут вот в уголок на складируем и хватит вроде как ничего получилось симпатично сейчас еще реснички-то накрашу вот чем мне нравится именно прихлопывающее движение тем что они не дают просыпаться и когда мы уже наносим тени на глаза если тон уже положен они вообще нисколько не осыпаются и вот этим мне конечно эта техника приятно меня там очень мучили вы в комментариях спрашиваете визажист ли я нет я не визажист более 15 лет назад я оканчивала основу визажа и сделать сейчас что-то более-менее стоящее я конечно по новым тенденциям не смогу потому что я уже сетевик я уже до такой степени вросла именно в сетевой что работа вот это вот визажиста когда он на ногах 24 на 7 и терпит еще кочу капризов от клиентов я уже отвыкла от этого да я работала когда-то но это было настолько давно что можно сказать что у меня уже нет никакого опыта просто я научилась немножко видеть глаза вот тут вот все таки не хватает немножечко тёмной подводки мы ее так вот наложим слегка чуть-чуть совсем немножко чисто для оттенения чтобы не пусто было уголочки чуть-чуть вот таки то же самое сделаем тут вот иногда чувствую что перебор на одном глазу и таким образом передаю оттенки с глаза на глаз получается прикольно вот в принципе и все весь макияж особо делать ничего не хочется хотя косметичка у меня с собой большущая я взяла с собой все то что можно будет потом оставить была с собой прямо целый ассортимент всего порой то тут он хочется то этот то хочется но взяла все прямо вот то что уже открытая старая ничего нового не брала потому что думаю надо до расходовать я еду на отдых тут не до макияжей тут не до чего ну если бы я с вами вот не болтала мне бы хватило 10 минут собраться больше я тут в этой маленькой ванночке такой вот малюсенье ванночке искала куда поставить штатив как закрепить зеркало чтобы было удобно ну смотрите ресницы не склеивает абсолютно мне нравится этот эффект жалко что его не видно я думаю даже видно как я вспотела а ресниц не видно вот как раз видите уже под выступил ну потому что вроде мой кондиционер на 16 включили но что-то он так на 16 не работает не хватит я еще очень часто этими тенями пользуюсь они мне тоже очень-очень нравится когда мне хочется свежести то в этой палетке не хватает серебристого такого вот приятного оттеночка а тут есть вот как раз цвета которые придают свежесть это 57 42 палетка я набираю вот так перемешку легонько пальчиком такой вот себе оттенок непонятный такой светло-светло лиловый и кладу его на центр века а потом растушевываю и взгляд сразу становится более такой выразительный я бы сказала сейчас я его подрастушую и выйдет красота не дождалась ресницы высохнут видите что я с ресницами сделала сейчас буду исправлять эта тушь долго сохнет а вот про эту тушь я говорила в ней я уверена артикул 52-69 а вот эту тушь я буду сейчас проверять мне очень интересно что будет что не будет так вот таким образом подрастушу немножко все на своих местах пока не засохла конечно же новой кисточкой подрастушую все свои творения серебристого я беру больше вот так вот мне нравится получилось более у меня симпатичненько ну все подгоревшая анюта готова делать прическу еще надо слегка добавить так как я тут много намешала немножечко цвет ушел я еще чуть-чуть добавлю свой любимый оттеночек чтобы приятнее смотрелось чтобы тяжелое веко уходило так и растушую чем-нибудь большим пушистым чтобы было ровно и красиво очень часто если я чувствую что перебор я могу взять светлый оттенок и просто им пройтись но я беру матовый оттенок всегда матовый потому что не очень хорошо когда тяжелое веко блестит я очень это не люблю я только подвижное веко делаю блестящим вот сейчас на данный момент ну и у меня с собой очень классные вкусные кстати штукенция вот такая вот очень классная штукенция я смотрю что я с собой беру единственное чего тут нет нет красного к сожалению но как вы видите я ей активно пользуюсь мне очень нравятся такие вот красивые оттеночки прямо безумно нравится можно конечно кисточкой но я как то вот привыкла пальто последний штрих убрали у меня холодная очень палетка полупустая хочу ее тут уже выкинуть оставить не вред как им пользоваться артикул тоже не подписан но она есть в продаже она есть в наличии мне очень нравится этот холодный оттенок раз мы стерли за гортам где не надо мы добавим его тут ну вот в принципе и все таким вот образом мне очень все нравится помады у меня такие вот оттеночки классные и клевые я их обожаю они конечно уже все замызганные я вот этот оттеночек вела очень такой нежный классный ярковатый могу вот этим ярким по центру симпатичный да вот эта вот палета она всегда со мной во всех путешествиях и я ее очень люблю прям вот спектр оттенков который мне подходит с собой у меня только фен babyliss я его очень-очень люблю много-много лет наш паберлик это конечно очень быстро и классно но волосы в разные стороны я не умею делать к сожалению ему кладку из-за того что я не умею делать ему кладку я могу наделать что попало а тут как бы я включаю и начинаю крутить и у меня сразу же получается делается укладочка и у меня нет абсолютно никаких проблем с ними видите сразу же волосы ровненькие хорошенькие то есть я их слегка подсушиваю я их до конца не досушиваю таким вот образом я их подгибаю и получается очень-очень симпатично и здорово объемы тоже можно сделать хорошие если хочется вела с собой одну шеточку там очень много насадок но я именно именно вот им делаю на отдыхе я вообще не делаю никаких причесок и мне удобно я просто им получается выпрямляю и если то допустим легче чем наша новая расческа вот ну в общем кто просил получите распишитесь специально конечно я на него обзор делать не буду доказывала я его на яндекс маркете вот если дома у меня есть ящичек совсем с этим и я могу выбирать чем я делаю укладку то вот сейчас я с собой взяла абсолютно все для того чтобы у меня был объем и прямые волосы я их слегка подкручиваю снизу и мне кажется что они не портят волосы может быть и портят но я же пользуюсь этим делом я же пользуюсь этой сывороткой с артикулом 88 48 мне кажется что все в порядке хотя из-за моей профессии я делаю очень много укладок ну что ж мои дорогие вот я и собралась с вами была охрана Анна в проекте до встречи с вами новых видео переживала что случилось хочу показать что просто вышли получились вернее такие вот рассыпчатые волосики аккуратненькие все хорошо прогулки готовы и что ребята хочу сказать так как ролик еще не смонтировала да это мы из ресторанчика пришли я вам хочу сказать что тушь великолепная ничего не отпечаталась не размазалась не осыпалась спорт и пляж мне понравилось прям все идеально ничего вообще не подтирала ну где-то так вот посидела где-то так понятно что тоналка там тон пострадал но сами глаза все великолепно хотя как таковой жары ну не было видите оно прям не осыпается не слипается все здорово я прям довольна это не слипается я не слипается просто не слипается куда-то